Чеснок это не только популярная в кулинарии специя, но и мощное лекарство от многих заболеваний. Его рекомендуют как эффективное средство не только для избавления от паразитов, но и для лечения гипертонии, для очищения крови, стимуляции иммунной системы, подавления патогенной микрофлоры и еще во множестве случаев. И действительно, чеснок благодаря своей мощнейшей биологической активности способен помочь в деле поправки и укрепления здоровья. Однако это сильнодействующее средство с таким же успехом может и навредить нашему организму. Дело в том, что как и любое сильное лекарство, чеснок также имеет свои побочные действия и противопоказания. И к ним нельзя относиться легкомысленно, учитывая биологическую активность данной специи. В этом видео мы расскажем, чем же вреден чеснок и какова возможная опасность при неправильном его употреблении. Также назовем противопоказания к применению данного продукта. И еще, как всегда, порекомендуем, чем более безопасным можно заменить объект критики в конкретных ситуациях. Хотелось бы отметить, что этот ролик, как и большинство на нашем канале, не бездумное зачитывание одной статьи из интернета, а результат серьезного погружения автора в рассматриваемую тему. Представленные видеоматериалы самостоятельно сформированы в результате изучения многих источников. Начнем не с общего вреда чеснока, а с одного распространенного противопоказания, так как, к сожалению, под него попадает очень большая группа людей и при нем особенно опасна данная специя. Самые многочисленные категории, для кого будет особенно опасен чеснок, являются лица с заболеваниями желудочно-кишечесного тракта, такими как гастрит, дуэденид, язва желудка и язва 12-перстной кишки. А учитывая, что по статистике каждый третий россиянин в результате неправильного питания имеет гастрит с повышенной кислотностью, то чеснок не пойдет на пользу достаточно большому количеству людей. Дело в том, что рассматриваемая специя раздражает и травмирует слизистую желудка и 12-перстной кишки, а также вызывает повышение кислотности желудочного сока и активно стимулирует его выработку в больших количествах. Если у человека и без того раздражена или травмирована слизистая желудка или 12-перстной кишки, то при поднятии кислотности и выделении большого количества желудочного сока защитный слой пищеварительных органов повреждается еще больше, что приводит к усугублению состояния больного. То есть чеснок провоцирует воспалительные процессы в желудке и 12-перстной кишке, такие как язва, доеденит, гастрит или эрозия. А если есть эту специю натощак, как это рекомендуют многие народные рецепты, то у тех, кто еще не страдает даже этими заболеваниями, появляется риск заполучить их в свой арсенал. Особенно опасен рецепт употребления чеснока в сочетании с лимонным соком натощак. Вследствие применения данного рецепта очень часто здоровые люди приобретают гастрит или язву в список своих диагнозов. В результате чего гастрит обостряется. Но как правило грешат на жареное, жирное или соленое. Но мало кто догадается обвинить в воспалительном процессе целебную специю. А зря. Чем же чревато употребление чеснока при наличии хронических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта? Для гастритников риск очевиден. Их болезнь запросто может перерасти в язву. Но для тех, у кого уже имеются язвенные процессы в желудке или 12-перстной кишке, они рискуют столкнуться с внутренним кровотечением. Учитывая это, людям, имеющим хронические заболевания органов пищеварения и тем, у кого есть генетическая предрасположенность к ним, лучше держаться от рассматриваемой специи подальше. Чеснок также может вызывать ожоги и в кишечнике. Он буквально способен прожигать маленькие отверстия в его слизистой. При чрезмерном же и слишком частом употреблении чеснока, он может повреждать не только слизистую, но и стенки кишечника, что в конечном итоге может привести даже к перфорации, то есть сквозному отверстию. Следующая возможная опасность чеснока – это его вред для мозга. Некоторые научные исследования показывают, что чеснок, к сожалению, кроме помощи здоровью, приводит к повреждению клеток мозга. Вред чеснока и его токсичность для мозга обусловлены тем, что сульфон-гидроксильный ион, проникая сквозь гематоцифолический барьер, является специфическим ядом для клеток головного мозга. Еще в 1950-е годы стало известно, что чеснок сокращает время реакции пилотов во время летных испытаний в 2-3 раза, в том случае, если они его употребляли в пищу перед полетом. Это происходит потому, что токсины чеснока десинхронизируют мозговые функции. Исходя из результатов соответствующих исследований, многие авиакомпании настоятельно рекомендуют своим сотрудникам не употреблять чеснок в дни полетов. Также чеснок может стать причиной ботулизма. Это должно быть самый серьезный риск, связанный с употреблением чеснока. Вред чеснока в этом случае может быть очень серьезным, вплоть до летального исхода. Его сернистая природа – это лучшая питательная среда для ботулизма. Ботулизм хорошо развивается в сыром чесноке. Речь в первую очередь идет о покупном, магазинном продукте. Наибольшее количество вспышек ботулизма, причиной которого стало потребление именно чеснока, зафиксировано в Китае, где, как вам известно, целый культ потребления острых специй. Еще чеснок провоцирует кровотечение. Сырой чеснок обладает антитробоцитарными свойствами, что может представлять риск при кровотечениях у пациентов, принимающих разжижающую кровь препараты. Хирургам известно, что чеснок может усугубить кровотечение и повлиять на кровяное давление, в связи с чем они рекомендуют прекратить употребление чеснока, по крайней мере, за две недели до запланированной операции. Есть сообщения о кровотечениях после операции у людей, употребляющих чеснок или даже добавки на его основе. Есть и небольшой процент людей на планете, испытывающих аллергию при употреблении чеснока. Хоть количество их невелико, все же не стоит сбрасывать этот факт со счетов. Слабо выраженная аллергия на чеснок может привести к изжоге, метеоризму и т.п. Серьезные же приступы аллергии могут быть потенциально опасны даже для жизни человека. Минус чеснока при ожирении в том, что чеснок усиливает аппетит, что нежелательно при наличии лишнего веса. Чеснок также противопоказан при геморрое. Почему, в принципе, мы с вами уже знаем, так как рассмотрели, как он действует на кровь. Чеснок противопоказан во время беременности и кормления грудью. В частности, из-за вреда, который он может нанести мозгу ребенка. Чеснок также может вызывать неприятный запах изо рта, сжение в желудке, изжогу, газы, вздутие живота, тошноту, рвоту, неприятный запах тела и понос. Эти побочные эффекты часто более выражены при употреблении именно сырого чеснока. И так, как видите, кроме полезных свойств, чеснок имеет и множество вредных. Поэтому, если он вам не противопоказан, то, может, и не стоит его исключать полностью, но, как минимум, к его употреблению стоит относиться с осторожностью. Не забывать, что это сильнодействующий, хоть и природный препарат, а, соответственно, требует к себе пристального внимания. Но для тех, кто все же не хочет подвергать себя и минимальному риску со стороны данного неоднозначного растения, рекомендуем заменить его другими натуральными средствами. Так, например, для борьбы с паразитами исключительно безопасны семена тыквы. Научно доказана их эффективность в борьбе с круглыми и плоскими червями. Они обездвиживают, парализуют паразитов и способствуют тем самым их выведению из кишечника. Также в борьбе с глистами вам могут помочь травы, такие как пижма и полынь. В качестве же антисептического, противомикробного и антибактериального средства можно смелее, нежели чеснок, использовать прополис, который изначально пчелами и создается именно с целью обеззаразить улей. Соответственно, он и вам поможет справиться с нежелательными гостями в организме. Притом не нанесет вреда, что доказывает многовековая практика его применения. Ну а на этом у нас все. Если вы впредь желаете знакомиться с подобными видео, которые помогут сохранить вам ваше здоровье, подписывайтесь на наш канал.